ВОЛГИ От первого вынутого кубометра земли до первой ВАЗ-2101 всего три года. Чудо, в которое не верил автогуру Генри Форд-младший. Советский автомобиль, пусть почти копия 124-го Фиата, в 70-м мало чем уступал и Форду 12.7, и Рено Гордине, и Тойоте Короне. Ни по дизайну, ни по техническим характеристикам. Советский автопром получил от итальянцев лучший европейский автомобиль 67-го года. Но больше чудес не было. Заводские КБ будто замерли на старте, и лишь спустя 14 лет выдали что-то непохожее на копейку ВАЗ-2108. Четверть века спустя Альянс Рено-Ниссан покупает 25% акций автоваза. 40 лет этот завод то строили всей страной, то хоронили всей прессой. Его машина была и мечтой, и анекдотом, но ездила, и несмотря ни на что, и сейчас передвигается в пространстве. Почему ее ругают многие из-за ней же выстраиваются в очередь 25% потенциальных потребителей России? Сколько времени нужно, чтобы из компьютерной графики получился автомобиль? И сколько секунд требуется, чтобы из стального листа получился кузов с колесами? Как ее делают у нас? И можно ли делать лучше? Новый автомобиль рождается штришками. И залезть за допустимые пределы – не-не. Чем каждый штрик длиннее и витиеватей, тем деталь дороже. Поэтому экономить начинают уже на стадии карандашного наброска. Главное, чтобы не выщерб качеству. Саш, ну вот сейчас мы нарисуем фару. А почему вот именно такой дизайн? Может быть, сюда вот подлиннее сделать? Надо понимать, что любой квадратный сантиметр пластмассы гораздо дороже, нежели квадратный сантиметр металла. Поэтому чем больше фара, тем она дороже. Ну вот, например, одно из ограничений – некрашенный бампер. Вот как его придумать так, чтобы он не смотрелся повязкой шахи? Так на мониторе появляется проект автомобиля на платформе B02, на базе которой к 2012 году родится новый отечественный автомобиль. Только вот лицом на французского брата наш RF90 похож быть никак не должен. Очень интересный ход по разъему дверей. Вот эта вот форма здесь, она позволяет, во-первых, использовать недорогой уплотнитель, во-вторых, опять же, придает индивидуальность облику автомобиля на виде сбоку. И лицо уже поликалом, как в хирургии красоты. Не скальпелем, так скребком, не имплантом, так пластилином. Первый раз автомобиль в масштабе один к одному появляется в пластилине. Его лепят из вот таких брусков, которые приходят в НТЦ автоваза напрямую из Германии. И состав их до сих пор окончательно не рассекречен. Известно, что этот пластилин состоит на 80% из глины и на 20% из промышленных восков. Сначала его разогревают до 60 градусов, и тогда можно лепить все, что угодно, хоть автомобиль. Потом он резко застывает, и получается с ним работать как с деревом. Даже стружка снимается. Так лепится класс. Его пластилиновый вариант показывать можно. Рядом то, что от камер укрывают, как самую большую заводскую тайну. Знаменитый лоу-кост бюджетный на базе Калины. И лишь Виталий Вильчик открывает какие-то секреты главного будущего оружия автоваза. Салон не будет похож на Калину, начиная от панели приборов и кончая обивками двери. Ну и самое главное достоинство – это, конечно, дешевый бюджетный автомобиль. Потому что миссия нашей компании – это удержать свои позиции в своем ценовом диапазоне массового спроса дешевого нашего автомобиля. По крайней мере, те целевые показатели бюджета, которые мы установили по этому автомобилю, мы их выдерживаем. И в комплектации стандарт он будет стоить на рынке 220 тысяч рублей. То, что над дизайном поработают и французы, и японцы, понятно. О глубине же проникновения их дизайнерской мысли на автовазе пока говорят со сдержанным, но оптимизмом, который, правда, и есть чем подкрепить. В салоне автомобиля будущего из класса С уже и посидеть можно. У нас есть и появился стратегический партнер, который в том числе делится с нами и технологиями, и методиками, и принципами работы. И у нас есть все возможности в течение определенного периода времени и инвестиций, будем говорить так, в дизайн, достичь мирового уровня дизайна. Уровень современного автовазовского дизайна пока представлен приорой. Не компьютерная модель, не концепт, а то, что ездит, и то, на чем ездит президент концерна. По Тольятти уж точно. Чего в ней хорошего? Да я бы сказал, что все, это машина, которая дает людям и позволяет использовать дополнительные опции, которые в большей комфортности. Это и АБС, и датчики дождя, и климат-контроль. Правда, и АБС, и электронные системы управления двигателем, да плюс еще сцепление не от российского производителя. Автовазу крайне не хватает качественных отечественных комплектующих для качественных отечественных машин. Сегодня более 800 поставщиков осуществляют поставки на автоваз. Из крупнейших я хотел бы выделить Северсталь, поставки листового металла, Магнитогорский металлургический комбинат, аналогичная поставка. Значит, стекло мы сегодня закупаем в Моноборском стекольном заводе в Нижнем Новгороде. И более миллиона шин поставляется с Нижнекамска, которая располагается в Татарстане. Продукцию Северстали используют и зарубежные автоконцерны. В Тольятти каждый месяц отсюда уходит по 15 тысяч тонн стальных рулонов. В цехах Северстали и музыкальное сопровождение включать не надо, так грохочет. Разве что бравурный марш про руки рабочих. Хотя руками этих рабочих здесь пользуются в случаях редчайших. Все печи, ковши да прокатные станы. Описывать процесс превращения раскаленной массы чугуна в стальной лист – дело химиков, да и то хлопотное. Тут комментарии точно излишни. Нам интересна стадия, когда кипящий металл уже на подходе к охлаждению. Что-то напоминающее лист – длиннющая, шипящая, раскаленная колбаса. Правда, квадратная. Ползет медленно, также медленно уменьшаясь под прессом. С каждым новым шагом металл, по сути, растягивается, параллельно охлаждаясь и становясь все тоньше. В итоге его доводят сначала до 2 мм. Но и этого много. Автовазу нужно 0,6, да еще, чтобы тянулся. То есть мог деформироваться при штамповке. К автометаллу требования вообще самые жесткие. Металл должен быть идеально чистый и ровный, чтобы изготавливать лицевые детали. И второе основное требование. Металл должен иметь определенный комплекс механических свойств, с тем, чтобы при штамповке возможно было произвести детали сложной формы, которые требуются для при изготовлении современных автомобилей. Предпоследний этап. Сталь для автоваза скатывается в рулоны. Осталось два штриха – маркировка и еще одна резьба по металлу. 24-тонную глыбу ни одна железная дорога не потянет. Каждый рулон маркируется несколькими цифрами. Первая означает номер партии, вторая, через дробь – это номер листа. Потом этот рулон разрежут на три части и в таком виде отправят на автоваз. Ну и здесь, в Тольятти, это все еще рулон, пусть высокопрочной стали. Сначала нарезка. То и дело приходится тормозить. Это как кинопленка, не сразу попадает нужным образом в проектор. Когда процесс налажен, огромным ножом режут лист. Тот самый, который тянется миллиметров на 15, чтобы под прессом не порвался. А вот и сам пресс. Машина из сплошного листа часть кузова делает за минуту. Следят за ней пристально. У каждого цикла по человеку на жердочке с двумя кнопками – черной и красной. Красная понятно зачем. Лист пойдет в кость, надо резко нажать, пресс остановить. Не дай бог что, махина-то многотонная. Сейчас по программе – штамповка бортовых деталей. Принимаем на финише. Пресс делает ровно 10 шагов в минуту. Это означает, что когда на стартовую позицию уходит стальной лист, здесь на финише уже появляется готовый элемент кузова. Теперь его путь напрямую. Сварочный цех. Ну все, поехали. Как непроста операция, ручная же, а работа-то с металлом. И целую смену по листу в минуту. Отвлекся, он и руку оттяпать может. Нам нужно изменить само производство и работу людей в производстве. Дать им механизмы и импульсы для того, чтобы повысить эффективность и качество самого труда. Это нам, безусловно, необходимо будет многому учиться у себя, у лучших наших представителей. И также нужно необходимо будет перенимать опыт, который есть в Альянсе. Это то, что называется в Альянсе Alliance Production Way. То есть та система организации производства, организация рабочих мест, которая позволяет резко повысить эффективность. Это то, что во всем мире известно как Toyota Production System, как Lean Production и так далее. Toyota Production System – программа, по которой живет весь мировой автопром, автовазу нужна, как воздух. Это когда современный автомагнат сосредотачивается на своих выигрышных позициях. Например, двигатель делает лучше всех, а остальные составляющие отдает более компетентным партнерам. Renault за счет этого сейчас разрабатывает 8-10 моделей в год. Второй участник Альянса – Nissan – 10-12. А для потребителя неважно, откуда приехала коробка передач или педаль газа. Лишь бы работали. Об оптимизации пусть производитель думает, и с чем ему расстаться. С автовазовской легендой одним из самых длинных в мире конвейеров точно. От него и так только легенда и осталась. Один из самых длинных в мире конвейеров – почти полтора километра – так называемая «вазовская верста». В 70-х был необходим, так работало все мировое автопроизводство – сборка ручная. Но чем длиннее линия, тем больше шансов на брак. Чем больше рук, тем вероятней ошибка. Смотрите. А что случат-то? Забивают, прибивают. Не все же прикручивают. Вот мы видим 71-ю машину, лыжементы. Дальше тормозные трубочки. Все руками? Да, практически все вручную. Много рабочих мест. Поэтому и протяженность конвейера такая большая. А если думать об идеале, вот если все это заменить на узловую, он короче будет? Если скомпоновать отдельные операции, конечно, будет покороче. Это сокращает и протяженность конвейера, и влияет на качество операции. Первой линии конвейера уже нет. Идет модернизация под платформу B0. Без этого не запустить через два года ни сборку Ниссана, ни Рено, ни новой Лады, которая, как и Калина, уже будет полностью из оцинкованной стали. На линиях оставшихся придется подсократився под узловую сборку. Нам нужно в течение трех-четырех лет обновить модельный ряд, сделать современные автомобили, которые придут на замену классике другим моделям. И это первое. Которые мы хотим, чтобы при сохранении тех ценовых преимуществ, которые, безусловно, имеют наши автомобили, поднять качества и потребительские их свойства до уровня наших партнеров в альянсах. Иными уже пользуемся, например, немецкими. Пока мы лили слезы над безвозвратно уходящей легендой длинного конвейера,